Так, братва, смотрите. Дополнение к видео сейчас запишу. Работаю я уже 5-6 часов в этом промежутке. Прочитал я комментарии к видео. Все полностью, практически все люди пишут насчет масла. Смотрите, значит, что мы сейчас сделаем. Я вам покажу этот стук, который вот появился еще дальше. Он впоследствии усиливается. Кто-то пишет правильно, да, как он блокировки типа на поворотах работают. Сейчас мы все покажу. Покажу я на второй уже скорости. Первую не будем включать. Пускай даже... Нет, давайте лучше помедленнее включим. И сейчас уже покажу, как трактор работает. Вот сейчас в поле отъедем чуть подальше. Сейчас все покажем. Трактор горячий, прям совсем горячий. Работает он, я не торможу, я не останавливаюсь. Покурить ничего не делаю. Поэтому, как бы, сами понимаете. О, вы, наверное, уже слышите. Орудие поднято. Давайте даже повыше подниму. Так, мосты такие прилично теплые, я бы сказал. Не кипяток, но теплые. Как трактор с поднятым орудием. Просто при повороте на самой маленькой передаче может, я не знаю, как, не включить блокировки или что он делает. Я не понимаю этого. В принципе, эротично смотрится, когда он один ездит, да? Ха, согласен. И вот все практически комментарии относятся к маслу. Братва, я попробую решить этот вопрос. Уже начал решать, скажем так. Мы сюда зальем, я думаю, другое масло, которое с завода идет. Я решу эту проблему, мне это надо. Я с детства как не люблю, когда вот так вот получается. Любой человек, работающий на технике, понимает свою технику, да? И он понимает, когда у него что-то идет не так, если он не дурак. Вот, чем больше газ, тем она больше хрустит. Короче, это ненормально. Мы решим этот вопрос, я вам покажу, как я его решил. Сейчас прочту вам комментарий человека. Такой мне понравился. Я его прям... Вот. Нейтраль поставим. Проблема могла возникнуть из-за масла. Конструктивно мосты на тракторах К-7 и К-5 идентичны. Возможно, некоторые детали изготовлены из разных материалов. И как предполагаю, что на заводе в картерах главных и конечных передач ведущих мостов тракторов заливают одно и то же масло. Вопрос какой? Вот правильно он говорит, я в инструкции это читал. Вот. Почему в инструкции по эксплуатации трактора вот этого мостов указано масло по стандарту IP GLS-80V90, а для серии К-7 для ведущих мостов указано трансмиссионное масло ТСП-15К. ГОСТ, ну, дальше это. И вот он правильно пишет. Узнав ответ, поймем почему. Просто вот, завод, почему? Я не знаю. Если вот такая вот малейшая фигня происходит, и как бы просто понарастающая, я вам говорю, понарастающая тут был прям сейчас вообще... Я же не могу на холостых там по полю двигаться на поворотах. Ну как, не крути, мне по-любому надо газ будет давать. Согласитесь, это же ненормально, когда трактор это делает. Ух! В общем, пряник решит этот вопрос. Прянику надо. Пряник капец какой замороченный, если что. Свою технику надо любить. Свою технику, свою тачку надо любить. Если ты чувствуешь, что твоя тачка не так едет, надо решить вопрос с тачкой. Правильно? Я думаю, правильно. Тем более, когда у тебя большая тачка. Иначе что-нибудь отрыгнет. По-любому. Короче, на связи, братва. Поддерживайте. Насыпьте лайтосов на этот видос прям побольше. Прям от души прям. Чтобы мы выявили эту проблему. Режим 1.1. Режим 1.1. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...